Друзья, всем привет! В этот чудесный весенний день, листая страницы в фейсбуке, я заметил, что мой знакомый Андрей Салют! Привет! Привет, Игорь! Собрался потестить шикарный самокат. Чуть-чуть про Андрея, но в самом деле мы с ним знакомы уже достаточно длительное время. Я обычно его вижу у себя в Volume Club. Он снимает какие-то каннские, интересуется музыкой. И это приятно. В основном видосы, которые с иностранцами, это Андрюха. С хорошим качеством, с хорошей аппаратурой, но не музыка единая. Я сегодня вижу, он собрался тестировать Speedway Mini Motors Mini 4 Pro. Мне стало интересно. У меня тоже есть самокат, такой же самокат у Андрея. И мы решили посравнивать, поездить, попробовать, потестить, в чем же разница. На самом деле разница достаточно большая. Это гораздо более серьезная модель. Моя, ну все же попроще, она такая более нежная городская. Я немножко прокатился на этой штуке. Она более серьезная, более резвая, такая более мужская, можно сказать. Ты сколько на нем откатал? 50 километров только. Но до этого я ездил на многих самокатах. И для меня было самое важное. Это легкость и дальность поездки. И среди всех это золотая серединка, 16,7 килограмма, 8 колесо дюйм, 500 ватт двигатель. Я сегодня приехал от КПИ до Пирогова и обратно 32 километра. И он сдох. Очень часто пишут параметры на прямую поверхность, не вверх-вниз, а какую-то там среднюю на прямом отрезке. Так как Киев у нас весь вот такой, просто весь на горбах, то, конечно же, параметры очень сильно меняются. Я тебе скажу, что я вчера ездил в сторону Ахмадета на студию на своем. И я туда докатился и удивился. Я там потратил всего лишь процентов 30 заряда. А когда ехал обратно, я его практически в ноль, процентов 70 потратил, вернувшись обратно. Потому что просто горки. Просто горки. Поэтому, конечно же, расстояние очень сильно зависит от вашего веса, от манеры езды, естественно. Ну и от поверхности. И способ езды то же самое. Можно газ в полтормоз, газ в полтормоз. Вот так вот стартовать. Или там плавненько на каком-то круиз-контроле. Мы нажали, и он сложился сразу же. Все. Никаких там люфтов и тому подобного нету. После всех самокатов, которые я видел, тот же самый Kuga, 4M Pro и все остальные. Очень сложные. Вот. Ультрон 128 тоже. Все ногти позбиваю, чтобы его сложить. Вот. Мне нравится то, что он сбитый и нету люфта совершенно. Ну я на нем только 50 километров проехать. Интересно, как у тебя люфт есть у тебя? Ты знаешь, более-менее. Я откатал на своем... У меня Ninebot есть второй. До ES4 я его пока не прокачал. Вот я над этим думаю. Это просто надо доставить батарею еще одну сюда. На руль ставится. Я на нем откатал 800, там что-то к 900 километрам за год. Кстати говоря, сезон не заканчивал. Я ездил и зимой тоже. Ну просто было недалеко. Я не успевал замерзнуть, поэтому катался. И в общем-то я считаю, что он вполне нормально продержался весь этот отрезок времени и все это расстояние. В общем-то никаких люфтов. Единственное, что желательно какие-то винтики, что-то если есть, на фиксирующую специальную синего цвета смазка что ли, какая-то фиксирующая для резьбы закрутить, чтобы не откручивалось. Вот это вот может быть. Но закрутив вот на эту фиксирующую штуку, все нормально, все работает. Фу-фу-фу, я в общем-то доволен. Также отличие хочу отметить следующее. То, что аккумуляторная батарея здесь в руле, а здесь непосредственно в поддоне. Скажи, пожалуйста, Игорь, как тебе удобно было переносить и как ты переносишь его? Смотри, тут ситуация очень простая. Есть два варианта. Он либо сложенный, ты его несешь, ну если где-то далеко, либо по лестницам. Либо, если это какая-то бровочка, и надо бегом перебежать, либо если это переход по ступенькам спуститься, их в общем-то немного, и складывать его облом, я его просто беру вот так вот одной рукой. Ага, прекрасно. И все, и он со мной, как говорится, побежал. Даже иногда на четвертый этаж к себе я его заношу в разложенном состоянии, вот так вот. Либо даже такую вот штуку придумал, я его себе на плечо цепляю вот так вот. И иду, у меня в общем-то вес. Супер. Вот такая вот хитрая конструкция, то есть я почти могу руку отпустить. Ну, немножко контролирую, конечно, его. Ну вот, поэтому с переносом, с транспортировкой, в общем-то, все классно. Потому что батарея здесь, есть такая теория, что якобы это не очень хорошо центр тяжести смещен. На самом деле центр тяжести на самокате это вы, вы все-таки весите 60-70-80-100 кг, батарея весит, ну там, весь самокат весит 12 кг. Поэтому, в общем-то, это не сверх принципиально. Но есть минус, например, я не могу регулировать руль по высоте, как, например, ты. Тут, конечно, о чем и говорить. Да, я увидел, как сегодня ты по ступенечкам быстренько оп-опу. А мне приходится что? Я вот так вот за руль не могу поднять, потому что уже задница уже уносится влево-право. Мне приходится каждый раз, ручки здесь нету, каждый раз вот так вот ухватывать и переносить. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, основное, наверное, это вес и скорость для самоката, я так считаю. То есть, насколько быстрый он и насколько все-таки он тяжелый. Потому что, конечно, хочется чуть-чуть побыстрее, чуть-чуть побыстрее. Поначалу кажется, что 20 километров, даже 15 километров достаточно. Потом ты привыкаешь к скорости, привыкаешь к управлению и понимаешь, что можно чуть-чуть поднажать. Ну, где-то немножко сделать рывок и двигаться со скоростью 25-30, ну, там и более. На самом деле, среди людей вот на тротуаре это, в общем-то, уже опасно. Вот я сейчас сделал кружочек, так надавил, запрыгнул за 30 и понял, что, ну, стрёмно. То есть, я не уверен, что я среагирую, если там где-то ребенок побежит, кто-то просто там вправо-влево пойдет, люди же идут. Они не машины, они как-то так вот. Я наблюдаю, что ходят с такими-то странными траекториями, иногда абсолютно не, которые ты не можешь рассчитать, прикинуть, как он пойдет. Но хочется рывок, поэтому вот это вот соотношение веса и мощности очень важно. То есть, конечно, есть какой-нибудь там Доутрон Х, который валит просто с АТ, но он, извиняйте, весит, его уже домой не поднимешь. Этот все-таки можно поднять домой, там, да, если лифт, есть вообще не вопрос. Самое главное правило, если самокат превышает больше 40 километров час, ты должен сразу экипироваться. То есть, каску, локти, наручники, вот эти, налокотники, все что угодно. Вот, потому что 30, это еще нормально, ты можешь еще спрыгнуть и побежать, но 40, ты уже так не побежишь. Больше 40, однозначно экипировка, шлем, все что угодно. Я тебе скажу, я с 15 летел, очень гадко, с 15. Я просто что-то ехал, у меня колесо съехало с тротуара в траву, и я чуть-чуть покувыркался с 15 километров в час. Я просто не успел спрыгнуть, я не ожидал, и там пару раз кувыркнулся, очень дряная тема. Поэтому, я думаю, что с 30-40 километров в час, если вы будете лететь, если вы не успеете спрыгнуть, то совсем будет беда. Беда, беда, поэтому, ну, в общем, или экипировка, или, в общем, не быстро ездить, там, 15. На самом деле, вот я заметил, 20 километров в час для передвижения по городу, в общем-то, достаточно. Понятно, если спешишь, нужно нажать и какие-то другие моменты, но, в принципе, там, преодолевая, там, километров 7-5, чуть-чуть просто выйди раньше, чтобы приехать вовремя и не давить кнопку газа, и не подвергать опасности себя и пешеходов. Это, на самом деле, очень важно, потому что можно, конечно, выехать на дорогу, но тогда машина железная, а вы все-таки нет. Кстати, еще отмечу по поводу выезда вовремя, мы все до карантина передвигались на транспорте, на метро и тому подобное, нужно еще дойти к метро, и ты всегда опаздываешь на встречу. Здесь мы с Игорем договорились ровно в 5-0-0. И я опоздал. В 5-0-0 я уже был здесь, потому что знаю, как он меня докотит. Хотя то же самое, если ты знаешь, как он, ты его докотишь, отлично, 5-0-1, 5-0-5, ты уже тут четко. Никто тебя не остановит, нигде ты. Ты себе запланировал встречу на 5, пробки. И это ты себе гопу повилял, и все. Очень удобно, если ты такой, как говорится, брутальный мальчик, бьешь тату в центре города, или там айтишник, поехать там в какой-то офис, ты знаешь, на встречу даже с макбуком себе одел. Приехал на встречу, самокат поставил, макбук развернул, заказ принял, все, уехал. Ты никогда не опаздываешь, как многие. Так что очень важно преимущество. Полная автономность, ну а в положении нынешним карантином это вообще must have. То есть реально это некий какой-то транспорт апокалипсиса, потому что сейчас только-только начинает открывать транспорт, только идут разговоры про то, чтобы запустить метрополитен. И то они такие очень долгие и сложные, судя по всему. Но эта штука действительно вам поможет добраться вовремя. Ну и естественно, если еще погода позволяет. Я, кстати говоря, вот проездил всю зиму, но мне было недалеко. Конечно, по плохой погоде, по дождю, я вот вчера по дождю ехал. Ну, в общем-то, понятное дело, не очень комфортно. Но, наверное, все-таки лучше, чем идти пешком. По недостаткам. Здесь цена. Да. Здесь цена. Здесь цена, да. Бренд Mini Motors, Dualtron, здесь цена. Да, здесь прайс, сколько он там в районе? 25-27. 25-27, здесь около 13 тысяч. То есть, ну, почти вдвойне, да. Мы получаем там плюс-минус вдвойне. Ну, что могу сказать? Я на нем проехал буквально, я даже не по километру скажу, минут 10-15 я прокатился на этой штуке. И потом быстро взял свой, все-таки тот же кружочек сделать на своем, чтобы сравнить ощущения. О, моим личным впечатлениям. Эта штука, Speedway, гораздо более резвый, гораздо более взрослый. Он агрессивный достаточно в своей манере езды. Езды, он достаточно жестко рвет с места. Вот. Есть звук, когда ты нажимаешь гешеточку, присутствует звук мотора. У меня практически не слышно. Я затрудняюсь сказать, насколько это, да, вот такой звук. Причем, когда есть нагрузка, то он еще такой более характерный. Я затрудняюсь сказать, это плюс или минус, потому что я, например, на своем, ну, вплоть до того, что... Не слышно, да? Да, не слышно. Я спрыгиваю с него и обхожу людей, ну, они просто не слышат. На твоем можно чуть-чуть газануть, они там как-то оглянутся и уступят тебе дорогу. Вот. На моем, я вижу такую проблему, меня не слышат вообще люди. Звонка у тебя нет? Звонка нету, там, эй, отойдите, пожалуйста. Ну, вообще, как бы, сейчас тем, кто ездит на самокатах, есть такое не очень хорошее отношение, потому что, ну, народ иногда переходит рамки вменяемого и не очень красиво себя ведет на тротуарах. А все-таки, когда ты несешь со скоростью 20-30 сбить человека, это очень дряное дело. А люди гуляют с детьми, ну, в общем, сами понимаете. Поэтому я лучше сойду на пеший вариант, не буду там звонить кому-то звоночком, потому что в ПДД, насколько я знаю, до сих пор не определились, к кому их относить. К велосипедам, к самокатам, к пешеходам, к мотоциклам, к мопедам. Вот. Могут сказать, какого черта, чувак, вот тебе проезжая часть едь, но на проезжей части будет не совсем комфортно. Поэтому, в общем-то, то есть звонка нету, но зато вот ты газом можешь обозначить, что ты едешь и тебя пропустят. Вот. То есть есть некий звук. По тормозу. Здесь барабанный тормоз. Его, кстати говоря, тоже слышно, как он работает. Трок-ток-ток-ток-ток-ток-ток. АБС прям вообще прикольно. Вот он стучит. У меня тормоз электрический. Его тоже слышно. В общем-то, он просто тормозит. Рекуперативное торможение. То есть, когда я торможу, подзаряжается батарея. Есть такая штуковина. И в экстренном торможении я могу нажать на вот эту штуку. Да, это вот ску такой вот, прям как на наших старых самокатах. Я нажимаю на крыло, и вот если мне уже не хватает, а этот тормоз не очень жесткий, он не может, грубо говоря, застопорить колесо. Это нереально в данном случае. Вот. Он просто мягенько подтормаживает. И все-таки в самом конце он уже отпускает, когда там скорость 2-3 км в час. Ну, в общем-то, там и спрыгнуть можно, но можно еще добавить вот с задним тормозом и полностью остановиться. Либо резко тормозиться и этим, и тем тормозом. Здесь барабанный. Его тоже слышно, опять-таки, спорный вопрос. Хорошо это или плохо? В общем-то. Ну, с одной стороны, какой-то звук. Я поначалу аж, типа, сделался. Думаю, что за ерунда? Что за стук такой? Механически, кстати, закрыт от брызг. Вот что удобно. Вот это дисковый. Он прям закрыт. Ну, я понял, да. То есть я поначалу так подумал, блин, что за ерунда? Потом понимаешь, что он не такой громкий, он не противный. И, в общем-то, он тоже обозначит ваше нахождение на тротуаре. Это, наверное, не так плохо. Ну и, конечно же, резвость. То есть реакция на нажатие на гашеточку. Он 500 ватт, как говорил Андрей. Он очень резко рвет. Он практически не замечает горок, подъемов. Мы вот здесь поднимались к парку КПИ. И Андрюха нажал на гашеточку. И просто только я его и видел. А мой там бедняга картел и сбросил скорость буквально до 10 километров. Я еще, кстати, не нашел ни одной асфальтированной горки, так чтобы он не поднялся. Он поднимется, наверное, практически там. Да, все асфальтированные горки, которые я видел, он на все рвет. Вот здесь полностью все поднимаются. Ты понимаешь, мой тоже поднимается. Как-то там худо-бедно. Он у меня не поднялся только возле Космополита. Там есть такая горочка. Ну, там совсем такая крутая. Но смысл в том, что твой практически не теряет скорости. То есть я нажимаю и понимаю, что ему горка прямая. Ему все равно. Единственное, что если с горки он начинает резво набирать. Но горку он преодолевает. Это очень круто. В чем огромный кайф запаса по динамике, я считаю, это то, что между людьми ты можешь маневрировать. И ты можешь как-то управлять ситуацией. Где-то нужно там чуть-чуть поднажать, проскочить. Где-то вот, чтобы было тебе комфортно проехать. Это очень классно. Я задумываюсь над тем, чтобы прокачаться до ES4, добавить батарею. Она добавит мне не только в моем Ninebot скорости. И расстояние, на которое я смогу проехать, она добавит именно динамики. Он станет чуть-чуть резвее. И это очень важно. То есть мне не нужна скорость 40-50 км в час. Очень хочется динамики. Чтобы ты нажал и смог резко где-нибудь рвнуть. Вот эта штука делает это просто шикарно. Я реально протащился. Ты нажимаешь, он тебя тянет вне зависимости от рельефа. Это очень круто. Это действительно очень круто. У меня еще вопрос к зрителям, кстати. У кого есть самокат, я многие попробовал. Вот именно такой момент. Ты смотришь, у тебя еще 20% осталось. Ой, 15%. Это тот хлоп, и он сразу выключился. Вот до сих пор уже 2020 год на дворе. Еще не придумали электронику с балластами, которые реально меряют. Вот реально, у тебя даже, как на айфоне, у тебя там 2%, а ты уже прекрасно знаешь, ты проедешь там 100 метров. Вот это очень плохо. Я сегодня ехал, у меня было 30%. Хоп, и он выключился. Все. То есть ниже 40 вольт опустилось, все. Вот. Как у тебя? Я тебе скажу, менять фу-фу-фу-фу, он у меня тянет до последних цифр. До последних цифр? До последних цифр он у меня. Фантастика. Это бренд Nightbot. Вот, пожалуйста, сколько я брендов перепробовал. Кугол, Xiaomi и тому подобного. Такой типа 10-15% создается, он выключается. Ты знаешь, у меня до последних цифр он буквально тянет. Даже вот, в общем-то, конечно, чуть-чуть чувствуется, падает скорость разгона. Но это логично, потому что напряжение падает до батареи. То есть электроника, аккумулятор, сам балласт, сам электроника, которая показывает, она настолько здесь все согласована, прям с двигателем совсем, что вот она показывает, сколько хватит. Это очень... Ну, да, максимально. Он, конечно, врет по расстоянию, когда он пишет, там, вам еще осталось проехать, там, 8-10 километров, ну, потому что он предполагает, что я поеду, наверное, просто по ровной, да. А я могу где-нибудь, там, по Киевским горочкам поехать. Вот, поэтому, конечно, это он не покажет максимально четко, но заряд держит и скорость держит, вот, практически до конца. Это вот меня радует и... Ну, это хорошая штука. Да, так что это огромный плюс Ninebot, что у него есть вот эта согласованность показателя двигателя и тому подобное. Ну, да. Ну, из еще таких нюансов могу сказать, он гораздо выше. То есть, вот, у меня всегда такая тема, я думаю, блин, если не хватит заряда, буду ли я его катить в свой самокат, либо на нем буду просто ехать, как на олдскульном самокате без электродвигателя, собственно. И на моем Ninebot, ну, в принципе, можно. Он достаточно низкий, гораздо ниже посадка, и более-менее можно толкаться. Этот уже повыше, этот уже, скажем, дальше ушел от самоката, от классического. Он уже как-то так, прям транспортное средство такое вот. Он высокий, и толкаться не очень удобно, и выбег у него, по-моему, меньше. То есть, вот он просто выключенный, и ты на нем толкнешься, он не так много проезжает. Конечно, не как обыкновенный самокат без двигателя, где там смаженные подшипники, и он просто вот накатом может идти. Мой тоже не очень сильно далеко заедет, если толкнуться разок. Ну, вот это не тот накат, как у обыкновенного самоката. Но он какой-то есть здесь все-таки, наверное, потому что барабанный тормоз чуть-чуть посложнее там какие-то. Скорее всего. Вот, он накатом меньше идет. Еще, заключая наш разговор, хотелось бы сказать, что они, в принципе, одинаковы, и в квартире будут занимать одно и то же место. Вот просто. Да. Правда? Вот ты его собрал, он в углу, в коридоре будет одно и то же место совмещать. Другие более, там, с сидушкой, там, еще какие-то штуки, он будет реально габаритистый, будет еще. Как у тебя, кстати, ручки собираются? У меня ручки не собираются. Ага, то есть он еще... У меня все, он упал, и все. А, я понял. У меня, вот, видишь, у тебя даже, даже так компактнее. Я единственное еще добавлю по подвеске. Этот, конечно, гораздо мягче, потому что передняя шина накачиваемая, задняя, пусть жесткая, но она... Ну, она вот с мотором, да, там, задний привод у тебя? Ну, скорее всего, да. Да, он все-таки помягче чуть-чуть идет. У меня вообще просто сплошная резина здесь, жесткая. И, ну, неровности даются иногда с трудом и с такими неприятными ударами, и думаешь, не улететь бы, ну, и не угробить бы девайс. Вот. Что еще из интересного? Мне интересно, помещается ли он в багажник машины? Да, сегодня в такси ехал, да. Ехал ты в такси, кстати говоря, вот еще один из очень важных моментов, я вот добавлю. У меня был для выбора подобного девайса, что... В чем фишка? Чем он отличается, например, от велика, либо от самоката, который большой, вот какой-нибудь там, Долтрон Икс, который там 80 км гонит, но он весит и много, и вообще большой. Дело в том, что вот ты куда-то поехал, там, влупил дождь просто лютый, либо, ну, темно, ночь, и ты не очень уверен в дороге, либо ты как-то не хочешь возвращаться, в общем, на своих колесах. Бывает такое, у меня был такой стандартный прикол. Поехал в клуб, было все классно, выглядываешь с окна, а там снег пошел, и, в общем, похолодало лютый, ты думаешь, а не, не хочу я, ну, его к чертовой бабушке, я вызываю таксист, выжил самокат, и в любую машину, по-моему, нет, ни разу не было. Да, конечно, его даже на руки, ты сел себе, на руки положил, и все. Ну, там могут таксисты, знаешь, немножко рога включить, в общем-то, это там может быть не очень... Колесами вверх. Ну, там как-то, да, в общем, этот нюанс. Но фишка в том, что в любую таксишку, даже в самую маленькую, я его складываю и забрасываю. Они говорят, что, типа, облом? Я говорю, да-да, говорю, сегодня я что-то говорю, не хочу ехать обратно, там, не знаю, там, я прибукнул, например, да, не дай бог, плохое дело, но, предположим, да, даже, либо вам просто вот хочется спокойно доехать, не рулить по дороге. Поэтому это вот, я считаю, тоже очень важный момент, потому что с какого-то момента, увеличивая мощность и скорость самоката, вы придете к тому, что вы уже с ним не сможете быть мобильным. И вы с ними вряд ли зайдете в торговый центр, я с ним вот так вот просто иду и покупаю продукты, ставлю сюда корзиночку, вот, и хожу с ним в магазин. Точно так и я, да? Я не оставляю его перед магазином, как велик, да, с великом ты не зайдешь, ну, скажем, на тебя посмотрят, типа, парень, что-то ты не то делаешь. Самокатом ты заходишь. Да, кстати, ты очень хорошо сказал. Не разу, не разу, ну, я уже все-таки катаю на нем практически год, 31 мая у меня будет ровно год, как я приобрел этот девайс, и во все магазины, торговые центры я захожу без проблем, я думаю, что даже в какой-то действительно офис вас пустят без каких-либо вопросов, и дадут занести, поставить где-то там его в гардеробе, потому что вот я видел Diamond Center у нас, у них прямо чуть ли не, вот, внутри офиса стояночка, люди приезжают на подобных самокатах, их там оставляют, ну, и все окей. Ну, там в центре, в этом офисном, это бог с ним, а вот в магазин, то есть у меня единственный раз мне как-то странно охранник сказал, о, говорит, а вот к нам нельзя, я говорю, почему нельзя, он мне показывает на картинку, там, перечеркнутые ролики, я говорю, и как бы, говорит, ну, у нас, говорит, побили плитку, я говорю, так слушайте, в смысле, побили плитку, я же его везу, я же на нем у вас не еду, ничего, ну, говорю, перестаньте, вы просто каким-то самоуправством занимаетесь, поэтому, то есть, выбирая самокат, я бы еще очень смотрел на тот параметр, уверены ли вы, что вы всегда на нем возвращаться будете домой, если вы куда-то поехали и понимаете, что вам нужно вдруг там бросить его в таксиху, то вот какие-то такие небольшие варианты очень даже подходят, это, ну, я считаю, это важный момент, его транспортабельность. Я думаю, что хватит говорить, пора кататься. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!